Деловой партнер проекта рекламное агентство «Утро». Здравствуйте. Первый вопрос, чтобы разрядить обстановку, что говорится, для разминки. Скажите, как часто вы болеете? Ну, я бы лучше задала вопрос, как часто я бываю здоровой, потому что наше физическое здоровье полностью зависит от психоэмоционального. Ну, я считаю, что мое психоэмоциональное здоровье всегда на высоте, поэтому я здорова. Я почему-то спрашиваю, потому что сегодня существует такое мнение, что болеть нынче дорого. Вот что посоветуете? Сколько раз в год? Какие обследования нужно пройти, чтобы четко знать и внятно, что болеть? Ну, самый дешевый способ лечения – это ходить улыбаться. Способы лечения совершенно разные. Я не специалист в этой области, я не врач, поэтому советов по здоровью я вам дать не могу. По обследованию. Какие обследования нужно ходить? По обследованию вам тоже ваш лечащий врач скажет. Лаборатория только выполняет назначение врача. То есть врач вас увидел, оценил состояние вашего здоровья. На основании этого он делает вам назначение. Только после этого вы обращаетесь в лабораторию. Скажите, а сколько времени, если планировать прийти к вам на обследование, занимает само обследование? Еще мне всегда смущало наличие строгих правил. Например, прийти натощак. Это действительно важно, соблюдать какие-то требования? Ну, любые правила существуют для того, чтобы их соблюдать. Начнем с этого. Если вам сказали, что нужно натощак, то, думаю, стоит прислушаться. Если вам, конечно, нет возможности, все равно вы привыкли завтракать или еще что-то, то, по крайней мере, с врачом посоветуйтесь, и он вам точно скажет, что можно из продуктов каких принимать, что нельзя. По поводу того, как быстро можно обследоваться. Любое исследование требует определенного времени. Какое время требуется на исследовании? В каждой лаборатории свое. То есть, да, вы можете прийти, если вам срочно нужно сделать определенные виды исследований, вам это сделают за то время, которое положено. Некоторые лаборатории работают, делают это очень быстро в течение одного дня, в других лабораториях, вследствие экономии, разумного подхода. Но, по крайней мере, в течение трех дней вам всегда анализы все сделают. А вы никогда не планировали открыть при лаборатории, например, дневной стационар? Вот это я все к экономии времени, чтобы человек пришел обследоваться. Во-первых, у нас еще в Присоветском Союзе любой стационар всегда имел свою лабораторию. И дай бог, чтобы это так и оставалось. В лаборатории открывать свой стационар, ну, я считаю, что это не целевое использование средств. Еще вопрос, который очень многих волнует сегодня в медицине. У вас существует такое понятие, как очередь? У нас наше сексмонавтов 74, очереди практически нет. Так что, пожалуйста, приходите. А почему? Как удобнее, тот туда и ходит. В принципе, наша лаборатория, наше сексмонавтов, у нас там производство находится. И, в принципе, нам удобно для всех. Не используете такие вот модные сейчас вене, как там электронная запись, например? Электронная запись. Ну, почему? У нас ведь сейчас программа про медиа существует в Перми. Там вы, когда приходите к врачу, вас ведь записывают на лабораторные исследования. Это в рамках ОМС обследования. Платное обследование. Конечно, вы приходите, платите в кассу деньги, и лаборатория начинает работать. Почему задал этот вопрос? Потому что сдать кровь, даже что раньше, когда учился в школе, в университете, что сейчас, это нужно действительно выстоять, не знаю, минут 20, как минимум. Даже в платных иногда такое бывает. Совершенно верно. Конечно, частные клиники, частные лаборатории – это очень здорово. Но не будем забывать о том, что у людей не всегда хватает средств на то, чтобы воспользоваться платным медицинским лечением. Не секрет, что обследование анализа в наше время стоит недешево. Меня всегда интересовало, бывают ли ошибки в диагнозах, в анализах, что гарантирует качество лабораторных исследований? В любом случае, если лаборатория берет на себя ваше исследование, она несет ответственность за качество выполняемых исследований. Качество выполняемых исследований – это контроль качества. Контроль качества в лаборатории бывает как внутрилабораторный, и внешний контроль качества. Вот насколько лаборатория в состоянии оплачивать все это, это и есть качество работы лаборатории. Контроль качества – это соответствие определенным нормам в лаборатории. Поэтому чем выше уровень лаборатории, тем выше качество исследования. Это вам скажет любой врач-лаборант, любой специалист лабораторной диагностики. К сожалению, частная лаборатория – это частная лаборатория. За качество нашей лаборатории я могу нести ответственность. Я знаю, каким контрольным материалом мы пользуемся и что мы делаем. Каким образом происходит контроль качества в других лабораториях, я ничего не могу сказать. У нас в городе нет возможности сравнить контроль качества одной лаборатории с другой. А почему? Это глубокая очень проблема всех лабораторий города Перми. Я не знаю, может, это не моя компетенция вообще обсуждать этот вопрос. У нас сейчас все лаборатории существуют как бы разрозненно. Идеальный выход из ситуации я вот вообще вижу. При существующем законодательстве при нашем. Это, конечно, ассоциация лабораторий. Объединенная ассоциация лаборатории. Лаборатории объединять все хотели, но они знали, каким образом это сделать. В принципе, сейчас это довольно удачное время. Здесь даже можно объединить разные формы собственности. Мысль главная в чем? Не то, что там просто объедините лаборатории в какую-то юридическую форму. Нет, ни в коем случае. В первую очередь, лабораторию объединить единой информационной сетью. Информационная сеть нам что с вами дает? Это производственный модуль лаборатории и единый экономический модуль лаборатории. То есть мы с вами четко можем просчитать все затраты лаборатории, которые потребуются на каждую лабораторию. Потому что экономику можно ввести от каждой лаборатории. Чем хорошо это не надо все свозить лаборатории куда-то. То есть все лаборатории остаются на своих же местах. Как вы думаете, это вообще возможно? Конечно, возможно. Вы поймите, у нас сейчас такие возможности, надо эти возможности использовать до конца. Я, как коммерческий директор, в первую очередь, тоже оцениваю деньги. В принципе, для государственных лабораторий это как раз те деньги, с которыми можно работать. Тема СРО в медицине, она не нова. Она же от Рошаля пошла. Рошаль недобрую идею дать не может. Вообще, априори просто. Для этих СРО просто не было источника финансирования. Давайте посмотрим на выделение париклинических вот этих исследований, как на то, что нас будут финансировать. Таким образом. Я думаю, что это очень интересная тема для всех. Ну, на ваш взгляд, что нужно для этого сделать? Ну, во-первых, просто хотя бы сесть за стол переговоров и хотя бы услышать друг друга. Кто должен быть тем, кто организует эту встречу? Давайте, может быть, посоветую нашим зрителям. Может, нас увидят, услышат. Это очень сложный вопрос. Кто нам может помочь, кроме нас самих? Давайте начнем с этого. Вы вот захотели что-то делать, вы донесли. Вас услышали? Это уже второй этап. Это замечательно. Вас услышали? Давайте сядем, обсудим это. Мы все ВКонтакте. У нас у всех есть телефоны. Мы все друг друга знаем. Вот я думаю, благодаря нашей программе вас услышат. Может быть, что-то сдвинется. Давайте немножко от тем глобальных к более мелким придем. Вот начали говорить о ценах. Скажите, какой сегодня анализ самый дорогой и сложный? Сколько может стоить исследование? Исследование может стоить совершенно разное. То есть одно и то же исследование в разных лабораториях, оно может быть разным. За счет чего? За счет использования разных тест-систем. Уровень тест-систем тоже разный. Какой анализ ваша лаборатория может делать самый уникальный, который в городе больше никто не делает? Ну, по поводу уникальности. Вы знаете, для уникальности должен быть хороший уровень лаборатории. Я не говорю, что у нас плохой уровень лаборатории. У нас неплохой уровень лаборатории. Вы начали говорить о уникальности лаборатории или нет. Сегодня наш город, это не секрет, испытывает проблему с узкими специалистами. У вас как с кадрами проблема? У нас с кадрами так же, как и везде. Как вы решаете эту проблему? Во-первых, стараемся заинтересовать студентов после окончания. У меня неплохие взаимоотношения со Сненой Дмитрием Юрьевичем, с кафедрой. Спасибо ему по звоночку, он скажет, потом кого-то порекомендует. У нас работают две девушки с прошлого года. Они обучились, и очень неплохие специалисты. Я считаю, что именно, слава богу, что такие люди есть, которые хотят работать и хотят приносить пользу людям. Дерина Павловна, но все равно мне интересует, чем ваша лаборатория отличается от других лабораторий города? У каждой лаборатории есть свое лицо. Лицо нашей лаборатории – это наш коллектив. Вот о коллективе же я тоже начал говорить. Коллектив у нас очень замечательный. Во-первых, наша лаборатория существует уже больше 12 лет. На прошлый год нашей лаборатории было 13 лет. В этом году у нас летом будет уже 14 лет. В коллективе у нас даже есть человек, который работает с момента основания этой лаборатории. Так сказать, свой костяк и свой скелет, на который уже потом наслаивалось все остальное. Сейчас наш коллектив, конечно, разросся уже до 30 с лишним человек. У нас своя бактериологическая лаборатория, своя клиникодиагностическая лаборатория. У нас есть лаборатория генетического анализа тоже. То есть, ну, в общем-то, у нас любые отрасли задействованы по лабораторной диагностике. Конечно, хочется очень все эти кадры сохранить, потому что каждый человек, если солнечный хороший коллектив, это каждый на своем месте. Екатерина Павловна, ваша лаборатория входит в состав многоотрясливого такого медицинского центра «Надежда». Не хочу говорить о плюсах-минусах такой кооперации всех медицинских услуг. Это понятно всем. Скажите, как вы хотите развиваться дальше? Какие у вас планы на развитие? Планы на развитие? Ну, во-первых, конечно, пережить трудности этого года. Потому что сейчас... То есть, кризис на вас тоже сказывается? Ну, как он не будет сказываться? Он будет сказываться серьезно, потому что вот все проблемы, которые сейчас возникают, это проблемы серьезные. Если экономисты хорошо проанализируют эту ситуацию, я думаю, что они держат руку на пульсе, они понимают все это. Чтобы все это произошло с ненарушениями нашего федерального законодательства, все как положено и как должно быть. Потому что вот по анализу других лабораторий, других города, у меня есть тоже свои определенные взгляды на все эти вещи. Там тоже есть некоторые нюансы. Просто не хотелось бы, чтобы государство свернуло эту программу вообще в целом. Но ваши планы как раз в условиях кризиса? В условиях кризиса сохранить коллектив. Еще один вопрос, касающийся их планов. Мы сегодня живем в век технического прогресса. О каком техническом обеспечении своей лаборатории вы мечтаете? Вообще, мои планы, конечно, увидеть в городе Перми. Вы знаете, у нас в центре города Перми стоит долгострой. Рядом с краевой больницей. Вот этот долгострой – объединенная лаборатория большая города Перми. Но я понимаю, что в ближайшие, даже не минимум года два, в ближайшее время это невозможно. Давайте хотя бы постараемся сохранить то, что у нас есть. Сохранить то, что есть – это возможно. Надо просто сесть, подумать, как это сделать. В принципе, пути решения есть. И очень простые. И при том с минимальными финансовыми затратами. Елена Павловна, мы по традиции в конце задаем вопрос. О чем вы мечтаете? Я мечтаю о том, чтобы все люди были счастливы. Вот и все. Ходили, улыбались спокойно. Всегда всем были довольны. В принципе, это не так сложно нам с вами сделать. Хотя бы начать с того, что вы пришли в лабораторию, вам улыбнулись не за деньги. Вам улыбнулись просто так от души. Вас просто пригласили. Ну, потому что улыбка, она настолько бесценна, что за нее платить не надо. Спасибо огромное, что к нам пришли. Будем надеяться, что благодаря нашей передаче вас услышат и по долгострою, и по ассоциации. Ну и вам удачи. Спасибо большое. И вам тоже процветание. Это была программа «Лобби Холл». Сегодня у нас в гостях был коммерческий директор городской медицинской лаборатории «Надежда» Екатерина Устюгова. Ну а вопросы задавал я, Станислав Шубин. Смотрите нас на телеканале «ВЕТА». Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова